Приветствую вас, друзья! Сегодня я в передничке, с кучей микрофонов и в очках для пущей-пущей серьезности. Хотя все равно серьезным не буду. Итак, друзья, наша задача сегодня собрать все эти революционные шахматы, которые имели рабочее название как гаражные шахматы. Для этого у нас есть 20 килограмм всевозможных болтов, гаек и прочих метис. Но первым этапом нашего рукоделия будет удаление гламура с поверхности этих деталей. Вы видите, они все блестящие, какие-то гламурные. Реально, вот как выглядит металл не огламуренный, не покрытый цинком. А вот как выглядит огламуренный, покрытый цинком. И для того, чтобы наши шахматы со временем стали ржаво-грязные, где-то местами подкрашенные, местами с облупившейся краской, чтобы они имели вид соответствующий автомобилю под маркой «Ржавое ведро», мы должны удалить этот гламур со всех деталей. Удаляется цинк с поверхности железа очень просто. Это элементарная реакция, соединение цинка, соляная кислота. И мы получаем хлорид цинка, хлор-2 и молекулы водорода. Уравняем реакцию и получится так. Одна молекула цинка, 2х-х-хлор, цинк-х-х-хлор. Все, уравняли. Вот, собственно, как выглядит на бумаге химический процесс, который мы хотим произвести. В результате всего этого у нас получится водород, который будет выделяться из этого всего безобразия, и хлорид цинка. Который имеет форму таких белых снежинок, но желательно им себя, голову, руки и прочее не осыпать, потому что он является достаточно недоброжелательным к нашему эпидерму и может оставить ожоги на коже. Ну, первонаперво нам надо развести концентрированную соляную кислоту водой. Воду я использую газированную, так как другой под рукой нет. Это я буду пить. А это мы будем разбавлять кислоту для того, чтобы убрать гламурный цинк с поверхности наших деталей. Друзья, никогда не лейте воду в концентрированную кислоту. Всегда кислоту в воду. Тонкой-тонкой-тонкой струйкой. Видите, реакция с большим выделением тепла. Но если бы мы налили воду, то количество тепла было настолько большим, что эта вода вскипела бы и все обрызгало здесь водно-кислотным дождем. А так, вот видите, все хорошо. Тепло диссоциируется достаточно удачно в газированной воде. И никто не обрызгался, и все остались живы, здоровы, и со всеми все хорошо. Я думаю, хватит. Мы кислоту закроем и удалим с глаз долой и сердце вон. Вот видите, насколько она агрессивна. Сразу начала сжигать бумажку. И посмотрим, что произойдет с нашими детальками, которые мы опустим в раствор соляной кислоты. Это выделяется не углекислый газ. Это выделяется водород. Мы сейчас проверим, водород это выделяется или не водород выделяется. И реакция должна проходить до того момента, пока не перестанут подниматься вот эти бульки водорода. Тогда мы получим с вами совершенно чистые, не огламуренные детали. Ну и хлорид цинка на дне в виде каких-то белых капель, белых кристалльчиков. Так, сейчас все нагибаемся и прячемся, боимся небольшого взрыва. Он должен сейчас произойти. Если там есть... Нет, еще недостаточно количества водорода, чтобы он загорелся. Подождем еще чуть-чуть. И вообще, минеральной водой с газом я не помню, чтобы кто-нибудь разбавлял кислоту концентрированную. Ну что, попытка номер два. Нет, все-таки слишком мало водорода и слишком большой объем. Реакция, кстати, проходит с выделением тепла. Наши шайбы перестают, выходят из состояния гламура, переходят в состояние такого вот кондового, железного металла. Такого чистого, голого металла. Вот, пузырьки продолжают подниматься очень медленно, очень вяло. Я накидаю туда еще всяких деталек, чтобы было с чем работать. Заметно, что при большем количестве цинка и процесс выделения водорода становится более и более активным. Свершим еще одну героическую попытку и попробуем все это безобразие поджечь. Еще рано. Подождем. Вот так вот с химией. Не всегда получается с первого раза. Не всегда вот достаточно много всяких деталек, которые бы позволили получить очень быстро большое количество водорода. На этом сейчас процесс покажу поближе. chords неzей. Заметки. Болепорт. Реклама. 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 Субтитры делал. Продолжение следует...